она спрашивает михаил с мужем с мужчиной вместе два с половиной года есть общий ребенок часто ругаемся при ссоре он каждый раз желает мне пошла вон чтоб ты сдохла что это значит это любовь говорит что любит но так нет и у меня был подобный случай когда я еще не выздоровел и был такой же как вот вот до чем неприятные письма слушает это тоже я себя сейчас вспоминаю у меня была девушка как сейчас помню тоже ее звали наташа как прямо очень переживал когда мы с ней расстались и один товарищ такой фанат психоанализа говорит лобковский а если бы она сдохла тебе легче было верить конечно чем оба заржали потому что любовь не предполагает что тебе легче от чужой смерти эта история не про любовь тут никто никого не любит принципе это не в запале это не потому что у вас эмоции потому что вы же не говорите ребенку чтоб ты сдох если вы с ним ссоритесь правда ну подумайте об этом вы знаете как выглядит когда люди любят и при этом срутся и что они при этом говорят так они не говорят оружие спрашивает два года в отношениях часто ругаемся но любим друг другом он сказал что устал от отношений потух и не хочет серьезных отношений больше не нагулялся ему 20 не 18 можно ли вернуть отношения это уже конец спорта вернуть отношения вместе с его прогулками кстати может не нагулялся то есть вы вернуть ты можете а ему-то как быть я думаю что вы будете тараги а то уже но у меня есть еще один вопрос это что последний парень на земле что ли вот так вы знаете что пока мне не удается до наших зрителей донести як продающие не пытался я над собой как бы но не над собой не вопросе с собой работаю мы примерно уже около десяти лет если лет в пятьдесят я все это передумал и стал стараться жить по своим правилам вот примерно около 10 лет но не 10 9 все это происходит я думаю что я достиг такого состояния что но кроме близких людей у меня нет и мысли о том что какая-то женщина вот а она одна и такой больше не случится и вот это на всю жизнь и вот есть если не складывается то жизнь на этом закончена и какое бы ни было дерьмо можно ли вернуть обратно я от этого у меня было это 50 лет прям со всеми но в кого я влюблялся вот а я от этого вылечился я исхожу я рассказал вам еще я исхожу это очень интересная формулировка я вам сказал чтобы понять что такое здоровое отношение у здоровых людей до забыл о чем вот что сказать для того чтобы вас были счастливые отношения вы должны быть счастливым человеком потому что если вы сами несчастны а рассчитываете на то что кто-то вас осчастливит вот так это не работает для того что вас тут осчастливил вас должен быть внутри что-то такое за что вас ну как бы сказать что откликается на здоровые отношения на здоровых людей на счастье так вот пример очень интересный очень понятный вы девочка маша у вас появился парень кирилл и вы познакомили с мамой и папой он ушел и вы говорите мам папа но как вам кирилл мой на что баба с папой говорит наш чем аж есть ты вы любишь мы его принимаем а если нет да пошел он я понятно рассказываю вот если вы так научитесь людям относиться вашу жизнь резко изменится что я хочу сказать что если у вас взаимные чувства это самый близкий человек вы любите его у вас прекрасно все но есть у вас не любят нахуй вообще на него силы потратить эмоции и время он вас не любит не надо не цепляться за него не пытаться вернуть обратно не разруливать потому что это как раз опять вы попадаете в ситуацию которая была вас детстве потому что родной матери с отцом и не могли сказать если других найду вы должны были терпеть этих вы должны были приспосабливаться к этим вы должны были прощать этих вот все что это говно которое вы ложками ели в детстве вот вы сейчас продолжаете туда опять залезать в эти же самые отношения как были в детстве но там-то были родители и у ребенка честно говоря до какого-то возраста более не менее серьезного ну хотя бы лет до 16 до 18 до выбора нет ребенок заложник он уйти даже не может подписать и себе вы ребенок которого избивают дома пьяный отец а вам 10 лет вы чё сделать то можете все документы в детдом отдадите что вас на забынет конечно вы будете жить и терпеть это но это формирует вашу психику как психологию жертвы и когда вам уже 40 лет вы начинаете вести себя дальше как же то что вас это заложили поэтому я бы хочу сказать что подумайте хотя бы о том что можно жить по-другому не надо ну как сказал еще ставим по моему незаменимых людей нет он был прав или спрашивает михаил у меня совершенно нормально семьями никогда не обижали родители меня очень любили зацеловывали и у меня нет никаких проблем и вот сейчас я замужем и как мне кажется что-то не так с моим мужем то есть я его очень люблю но вижу что что-то не так у него по отношению ко мне сначала мне казалось что может это воспитание это не похоже на мою семью и я с чем-то там мирилась ну да не делает он чего-то или как-то не так часто меня обнимает как не хотелось бы как меня обнимали родители целовали вижу какую-то холодность я правильно вижу что тут что-то не так или мне все-таки посмотреть на то что у него были холодные родители просто так не умеет как мне понять отношения у нас испортились или все-таки действительно это воспитание интересного рассуждаете кто или лили дорогая если вы с самого начала имели вот такого мужа то я скажу что у нее холодные родители но вы сейчас говорите другую форму эти отношения испортились то есть какая-то динамика я не знаю вот то что вы пишете то я и трактую если сначала вас обнимала целовал как вы мечтали а потом все на нет сошло то к сожалению к вам охладил если он самого начала себя вел так то он просто такой человек который очень многие люди не могут выражать свои эмоции мы это знаем грустим по этому поводу но когда так вера 37 лет все отношения были на из на излом всегда я страдала тут третий мужчину сначала он за мной ухаживал говорил я то что говорил я то что он искал через две недели отношения он просто замолчал я понимаю что виноваты я как забыть эти отношения как начать настоящее отношение без надрыва вот так что только что я об этом рассказывал как раз для того чтобы начать отношения без надрыва на душу внутри вас этого надрыва тоже не было вы друзья мои как рассуждаете вы берете конкретную ситуацию и пытаетесь ее анализировать что вот я вася пупкин встретил машу вот маша такой человек и у меня с машей такие отношения выкиньте все это с головы скажите по-другому проанализировал свое вы взрослые люди все я так думаю пионера сейчас нас вряд ли смотрят проанализируйте все ваши отношения начиная не знаю со школы и вдруг вы поймете что дело не в конкретной ситуации с конкретным человеком а вы так всю жизнь живете вас всегда такие отношения со всеми почему потому что вас так психика устроена потому что давайте еще раз я объясню основа всех этих отношений это потребность испытать но кроме так базовых инстинктов потребность испытать любовь для того чтобы испытать любовь так как она в нас сформирована каждому человеку необходимо свой набор для этого то есть одному необходимо чтобы его любили он будет любить другого необходимо чтобы его опекали 3 чтобы за него принимали решение 4 чтобы вот например такой вот пример я вам приведу очень многие женщины в россии очень любят сильных мужчин праве тут хочу настоящего мужика чтоб как за каменной стеной вот за этим желанием часто кроется жертвы которые хотят агрессивных мужиков которых собственно и будут их бить но они же так не говорят они же не идиотки они же не говорят а можно не мужика агрессивного чтоб сразу вот прямо ударил бы сразу признакомься я хотя поняла в реальный мужик или так просто фуфло какое-то женщины же не так говорят ведь очень нравится сильно уверенный в себе мужчины девочки дорогие так у за этим стоит ваша слабость и ваша потребность что кто-то вам все-таки по голове настучал но это настолько завалированная настолько не в прямую что вы сейчас даже мой г чем за херню несет вообще нет к сожалению это правда а вас проста как по-другому я вам расскажу по-другому когда вас равноправное отношение вы скажете но это вообще скучно и тащи не мужик лучше как баба что верни по каком смысле равноправные фартуки будет стоять в трусах посуду мыть меня стошнит просто вот этот бред который в голове у людей вот тоже эти семьи идет там отец подполковник пришел водки стакан налил кулаком по столу хлопнул и так как право в сказке сразу и первый второй компот и мать стоит рядом слезу утирают умиляется папа огурчиком соленым закусывает сейчас спать ляжет но отсюда вот эти все истории то берутся а не потому что вас такая странная психология и все женщины так хотят все хотят по разному